Ну, наверное, спасибо большое за представление, Людмила Григорьевна, и за приглашение поделиться своим таким критическим взглядом на насущные вопросы адъювантной терапии рака молочной железы в реальной клинической практике. Итак, коллеги, адъювантная терапия, ее идеология со студенческой скамьи, понятно, онкологам, и она базируется на снижении риска рецидива и смерти. Базируются цели адъювантной терапии на максимизации вероятности выздоровления путем эрадикации микрометастазов. И основы для реализации наших амбициозных планов в реальной клинической практике по проведению адъювантной терапии также основываются на нормативном документе в федеральном законе номер 323 об основах охраны здоровья граждан, который говорит о том, что медицинская помощь оказывается в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи. И действительно, в рутинной клинической практике клинические рекомендации позволяют нам ответить на широкий перечень вопросов и упростить алгоритмизацию принятия решений, конфигурацию принятия решений в нашей рутинной практике. Тем не менее, есть ряд серых зон, о которых мы не можем не сказать. И, в частности, первый вопрос касается такой серой зоны, как очень сомнительное и вопросительное отношение к интервалу КИ-67 от 20 до 30%. Поскольку в тех ситуациях, когда мы прорабатываем план адювантной терапии у пациентов с гормонопозитивным, хердванегативным, ранним раком молочной железы, подвергнутым радикальному хирургическому вмешательству, эксперты данных клинических рекомендаций обращают наше внимание о важности учитывать другие клинико-морфологические факторы прогноза, в частности, стадию, степень злокачественности, морфологический вариант. Но какими механизмами и инструментами? Действительно, инструменты и механизмы за нас придумали. Это применение мультигенных сигнатур, основанных на профилировании экспрессии генов, когда проводится одномоментная оценка экспрессии большого количества генов, обработка по программе разделения на биологические группы и соотношение результатов с определенным показателем, что помогает нам стратифицировать пациентов, нуждающихся в интенсификации адювантной терапии, либо в отсечке тех пациентов, которые вообще не будут нуждаться в этом лечении. Но инструмент дорогостоящий, у нас он не имеется в широком рутинном доступе, поэтому какие инструменты мы можем использовать в реальной клинической практике? В частности, это различная система калькуляции, прогнозирования риска рецидива и выживаемости. В частности, на данном слайде представлена система PREDIC BREAST CANCER, в рамках которой вы вводите заранее заданные параметры по пациенту, выбираете количество лет с момента операции, которые вы хотите рассмотреть. Вы также можете ввести критерии гормональной терапии, химиотерапии, получить информацию либо в виде графического иллюстративного изображения, либо в виде текстового заключения относительно того, какое количество по предложенной и рассматриваемой в конкретной клинической ситуации схеме, какое количество пациентов выживет после операции, какое количество смертей будет зафиксировано именно обусловленной раком молочной железы, какое количество смертей будет ассоциировано с другими причинами. Но на самом деле серые зоны на этом не заканчиваются, и действительно мы в рутинной практике задаем такие вопросы, как выбрать оптимальный режим адювантной терапии при идентичных клинических особенностях и одинаковых примечаниях, прописанных в действующих клинических рекомендациях. Это касается не только преминопаузальных, но и постминопаузальных пациентов. Но краеугольным камнем во всех этих сложных алгоритмах является баланс приверженности лечению и сохранению качества жизни. Коллеги, стоит вспомнить, что существует немалое количество работ, датированных к концу 90-х, началом 2000-х годов, где сообщалось о достаточно немалом и нескромном проценте частоты встречаемости неприверженности пациентов адювантной терапии. И в частности, по данным ряда авторов, сообщались такие проценты, как 25-30, 50 и более. Почему так происходит? Действительно, подавляющее большинство пациентов, получающих эндокринотерапию, испытывает широчайший спектр стойких побочных эффектов, способных определять значимое ухудшение качества жизни, в том числе и при достижении постминопаузального состояния у молодых пациенток, и приводить к значительному снижению показателей приверженности лечению. Французская группа авторов, изучив 1117 пациентов в статусе премиона паузы, которые применяли тамоксифен по поводу раннего рака молочной железы, подвергались измерению сывороточной концентрации тамоксифена через 1 год, 3 года и 5 лет. И что было показано? Уже через 1 год 16% пациентов нарушили режим применения адювантной гормонотерапии, 12,3% пациента заявили, что не соблюдают режим лечения, 7,6% пациента сообщили о прекращении приема тамоксифена, и около 5% пациентов сообщили о временном прерывании приема данного препарата. И среди 145 пациентов, заявивших о неприверженности лечения, менее половины указали либо личные причины, либо медицинскую причину отказа от данного вида лечения. И среди них на токсичность указали 57 пациентов. Из 188 пациентов, которые не соблюдали режим приема, у 55% пациентов было заявлено, что они регулярно принимали тамоксифен в течение последнего года. Но действительно, поскольку проводился фармакологический анализ, ни один из пациентов с уровнем тамоксифена ниже порогового, то есть ниже 60 на грамм на миллилитр не подвергался воздействию каких-либо препаратов, которые могли изменить метаболизм тамоксифена. И здесь возникают частные вопросы такого плана. Если пациент не привержен выполнению рекомендаций по адювантной терапии, то было показано в рамках указанного исследования, что доля больных, приверженных лечению, и не имеющих отдаленные рецидивы через 3 года превышало таковую среди пациентов, которые не были привержены назначенному лечению. Но, коллеги, насколько мы готовы к интенсификации адювантной гормонотерапии в реальной клинической практике? Как нам выбрать оптимальный режим адювантной терапии? Если такие ситуации происходят на этапе реализации моноэндокринотерапии, то, обращая свой взор в сторону действующих практических рекомендаций, в которых, уважаемые эксперты, указывают на то, что больным люминальным хердонегативным раком молочной железы 3-ти стадии или СВП, Н2-3 после неодиуантной химиотерапии к гормонотерапии тамоксифеном или ингибитором арматазы может быть добавлен абимоциклип, на самом деле вызывает очень серьезные критические размышления. И о чем мы здесь должны помнить? Действительно, в исследовании монарх Е было показано, что через 5 лет абсолютная польза в показателях отдаленного рецидива, выживаемости без отдаленного рецидива составила 6,7%. И спустя 5 лет выживаемость без инвазивного рака молочной железы также была улучшена и составила 7,6%. Но каков же баланс между токсичностью и эффективностью? Мы знаем, что в этом исследовании был зафиксирован достаточно высокий процент частоты встречаемости любых нежелательных явлений, любой степени выраженности, и в том числе диареи. Диарея в группе пациентов, получавших абимоциклип в комбинации с эндокринотерапией, составила 82,2% по сравнению с только моноэндокринотерапией, равной 7,1%. И здесь действительно возникает очень серьезный вопрос. Разве может конкурировать достоверность различия выживаемости без отдаленных метастазов и без инвазивного рака молочной железы против токсичности? И как спроецируется профиль и частота токсичности, умотивированной на участие в клиническом исследовании когорта пациентов, которые на минуточку потребуют изменения стиля жизни, медикаментозной поддержки, диеты на пациентов реальной клинической практики? И здесь возникает второй логический вопрос. Чем лечить при прогрессе на фоне адюантной терапии в рамках такой интенсификации путем добавления ингибитора циклин в зависимых киназ? Ну и насколько оправдана интенсификация лечения рисков? Давайте посмотрим. Обновленные данные пятилетней общей выживаемости в исследовании Монарх Е показали, что в группе абимоциклиба отмечено меньше смертей по сравнению с группой эндокринотерапии, но разница в общей выживаемости не достигла статистической значимости. И очень похоже, иллюстративно выражает поведение кривых общей выживаемости результаты исследования Афинити, которые продемонстрировали шестилетнюю общую выживаемость в когорте пациентов, подвергнутых интенсифицированной антихер-2 терапии в адювантном плане путем добавления пертузумаба. И шестилетняя общая выживаемость составила 94,8% против 93,9% пациентов в группе, получавших монотерапию тростозумабом. И на самом деле полезность и тот клинический выигрыш, который получают пациенты от адювантной терапии, на самом деле давно тревожили умы ученых, исследователей и практических онкологов. И метаанализ 120 клинических исследований, в которых изучалась эффективность токсансодержащих или андроциклинсодержащих режимов в разных дозовых вариациях, показало то, что для того, чтобы получить эффект, предотвратить рецидив смертью одного пациента, необходимо пролечить 10 пациентов. И здесь в англоязычной литературе вы можете встретить такой термин, как number needed to treat. Он информирует об усилиях, необходимых для достижения конкретного результата, то есть указывает на количество пациентов, которые нужно лечить для того, чтобы получить эффект, предотвратить рецидив или смерть. Ну, как его можно просчитать? 100% делим на дельту абсолютной прибавки выживаемости или другого параметра, который вы для себя ставите. Но какова же все-таки стоимость успеха? И можно ли успех измерить неудачей? Наверное, можно. Также вводится такое понятие, как number needed to harm. Это число, необходимое для причинения вреда, среднее число пациентов, которые должны подвергнуться воздействию какого-либо фактора, чтобы причинить вред одному человеку, которому в противном случае этот вред не был бы причинен. И чем выше number needed to harm для данного препарата или лечения, тем ниже фактор риска этого препарата или лечения. И вот здесь организаторы здравоохранения поставят нам весьма нетривиальную задачу. Как узнать, сколько мы должны заплатить за предотвращение одного рецидива? Ну, на самом деле, задача не столь сложна. Стоимость одного предотвращенного рецидива будет равна произведению стоимости одного года терапии одного пациента на число пациентов, которые должны получить терапию для предотвращения одного рецидива. Ну, если мы будем использовать определенную калькуляцию, то поймем, что стоимость одного предотвращенного рецидива при добавлении к эндокринотерапии ингибитора циклинозависимого киназа будет исчисляться десятками миллионов рублей. Поэтому реализация адювантной противопухолевой лекарственной терапии, охватывающей всех пациентов, кому показан данный вид лечения, по набору формальных групповых критериев, обеспечивает выигрыш для отдельной когорты больных, неоправданно подвергая терапии тех, кто излечен и не нуждается в указанном лечении, а также когорту тех пациентов, которые демонстрируют прогрессирование на фоне этого лечения. Поэтому, назначая и реализуя адювантную терапию, мы понимаем, что в эту когорту пациентов попадают пациенты радикально излеченные, пациенты, которым мы можем предотвратить прогрессию, пациенты с отложенным прогрессированием, либо пациенты, прогрессирующие на фоне терапии. И Мартин Пикард, размышляя в одной из своих работ по деэскалации протоколов системной адювантной терапии солидных опухолей, обозначил основные проблемы адювантной терапии, которые связаны с перелечиванием, краткосрочной токсичностью, возникновением хронических, долгосрочных и необратимых нежелательных явлений и финансовой токсичностью. Но здесь надо помнить об особенностях метастазирования. Время развития от одной клетки до размера соответствующего стадии Т1 по классификации ТНМ может составлять от около 6 лет до 27 лет. И процесс диссеминации, он будет запускаться задолго до выявления. И в зависимости от локализации, локации попадания опухолевых комплексов, при формировании колонии, макроскопических очагов, будут развиваться либо локальные рецидивы, либо гематогенные метастазы в отдаленных органах, либо метастатическое поражение региональных лимфатических узлов. И эти изменения будут представлять собой результаты независящих друг от друга параллельных процессов. Но что представляет очень серьезную проблему? Это так называемые клетки в фазе покоя, клетки в фазе сна, dormancy, комплексы опухолевых клеток. И здесь возникает вопрос. Вот это состояние покоя комплекса опухолевых клеток является следствием отсутствия метагенного сигнала или представляет собой некую репликативную остановку. И действительно было показано, что вот такие инкорпорированные в органы и ткани опухолевые комплексы могут реализовать свой патологический метастатический потенциал спустя много-много лет. И они не подвергаются терапевтическому воздействию противоопухолевых агентов. Поэтому основные проблемы клинических исследований по изучению адюантной терапии в реальной клинической практике мы можем обозначить следующим образом. Мы лечим болезнь без видимых проявлений. Оценка эффективности лечения носит очень ретроспективный и формальный характер. Характер адюантных исследований не позволяет делать быстрых выводов. Перемещение препарата из раздела метастатика в раздел адюант мы вынуждены констатировать. И регистрация опережает зрелость конечных точек. Это мы также наблюдаем, в том числе и в реальной клинической практике. Конечная точка общей выживаемости остается зачастую незрелой. А безрецидивная выживаемость не всегда гарантирует улучшение общей выживаемости. Ну и кроме того, мы не всегда можем наблюдать сопоставимость терапевтических эффектов у препаратов одногруппников. Поэтому ключевой вопрос моей презентации заключается в том, обеспечивает ли адюантная терапия увеличение общей выживаемости по сравнению с теми, кто получит лечение при прогрессировании. То есть, если мы с вами представим две теоретические траектории, траектории номер один, мы движемся по пути интенсификации адюантной терапии, и если наш пациент прогрессирует, то что нам делать в последующем? Мы не будем иметь более интенсифицированных, схожего механизма действия опции лекарственной терапии. Конечно же, рано или поздно наступит какое-то фатальное событие, но наступит ли оно одновременно в случае прохождения траектории номер два, наблюдения, затем мы дожидаемся прогрессирования и уже имеем возможность реализовать лечебную терапию в рамках интенсифицированного режима, в частности ингибиторами циклинозависимых киназ в сочетании с эндокринотерапией. Вот совпадем ли мы во временном отрезке в одной точке, в одно и то же время или нет? Ну, коллеги, над чем нам стоит задуматься? Нам, вероятно, стоит не забывать изменение парадигмы лечения, направленное на активацию физической активности пациента, на устранение коморбидного фона, на оптимизацию метаболических нарушений и лечение метаболических нарушений. Ну и, конечно, вопросы без ответов. Что является более выгодным с экономической точки зрения? Перелечивание недорогими препаратами или селекциями нуждающихся пациентов путем использования дорогостоящих препаратов. И позвольте базисные выводы озвучить. Стандартная адъювантная терапия, увы, не позволяет нам вылечить всю популяцию больных. И, конечно, в настоящий момент очень актуально изучение новых направлений, которые будут включать в себя применение альтернативных препаратов и методов, обладающих противоопухолевым эффектом. Я благодарю вас за внимание. Аплодисменты.